Активно пользуются такой картой сегодня не более 9 тысяч фулнинцев. Согласитесь, для полумиллионного города цифра небольшая. Многих пассажиров наверняка отпугивает возможная негативная реакция водителя на такие проездные. Хотя специалисты утверждают, что электронная карта действует во всех видах общественного транспорта, в том числе в микроавтобусах. По условиям конкурса они обязаны принимать электронные кошельки. Если, допустим, у них оборудование не срабатывает, это проблема перевозчика. В таком случае просто они должны бесплатно провести человека, если они не могут технически обслужить эту карту. Пока оборудование, считывающее информацию с подобных карт, установлено не во всех микроавтобусах. Перевозчики говорят, это дело времени, но утверждают, что работает по принципу «клиент всегда прав». Сейчас мы подыскиваем оборудование, именно не сегодняшнего дня, а будущего, чтобы она принимала из телефона. То есть прикладывая телефонную трубку, можно было оплатить. Сегодня в республике электронными проездными активно пользуются жители Казани. Там количество пассажиров, использующих данный вид расчета, достигает 70%. Организаторы проекта уверены, что челнинцы также увидят преимущество электронного кошелька. К тому же им можно пользоваться и в общественном транспорте соседних городов. Это Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск и Казань. Луиза Сафуанова, Ленар Султанов. Новости. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте. Мобильный репортер 24. Мобильный репортер 24. Мобильный репортер 24.